В Минской духовной семинарии в 30-й раз после ее второго возрождения в 89-м году отметили актовый день, посвященный небесным покровителям духовной школы, святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту. Ныне на очном и заочном отделениях семинарии обучаются более 400 студентов. Будущие пастыри готовятся рассудительно, со смирением нести в массы Слово Божие. В семинарию идут люди по зову сердца. Меня зовут Сегин Александр, и вот есть такое вот в Евангелии выражение, что Господь нас сам избирает сюда. И до этого я занимался профессиональным спортом, но с детства ходил в храм, и очень мне было интересно всегда, почему я крещен, и мне всегда были интересны вопросы веры. Я ходил в храм, в воскресную школу, но параллельно говорю, занимался футболом профессионально, выступал даже на профессиональном уровне, но в десятом классе вот я решил, что это, конечно, хорошо профессиональный спорт, но нужно куда-то поступать. И думал поступать в медицинский университет. Но в десятом классе священник меня пригласил в храм прислуживать, и вот я согласился. И через полгода мы с моей мамой сидели за столом, за ужином. Мама говорит, слушай, Саша, может ты хочешь в семинарии поступать? И у меня как будто внутри что-то тогда перевернулось, и уже мне тогда все мысли были о семинарии, и вот тогда я твердо решил поступить именно сюда. Да, уже третий курс, да, и я могу сказать, что я не пожалел, потому что у меня вот сестра училась в универе, и то, что здесь есть семинарии, нет такого ни в другом учебном заведении. Калько Стефанида Сергеевна. Понимаете, вся жизнь моя с самого детства, она была связана с музыкой, и с самого детства я ходила в храм, и поэтому я хотела в будущую свою профессию связать именно с этими двумя направлениями, и поэтому я выбрала регенство. А семья верующая? Да. А большая у вас семья? Нет, у меня мама и брат. А как они ответили к тому, что ты делала такой выбор? Они были очень удивлены моим выбором, но я сказала, что с Богом все возможно, и все трудности жизненные, они намного проще преодолеваются, и поэтому они согласились с нами. Вот всегда посмотришь, всегда такая веселая, такая жизнерадостная. Это что, вера придаёт, вот вселяет такой оптимизм? Да. В очередной раз на торжество в одной из самых имиджевых учебных заведений Белоруссии приехали высокие гости из Москвы, Алматы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Киева и многих других городов. Было много представителей власти, в том числе и республиканского уровня. Но едва ли по поведению можно было распознать, кто рядовой член, а кто министр. На празднике особая атмосфера, особая аура, доверие и простота, основанная на христианской любви к ближнему. Торжество началось с божественной литургии в Успенском соборе Жировичского монастыря. Её в сослужении шести архиереев возглавил глава Белорусской церкви митрополит Павел. Традиционно в этот день группу семинаристов посвящают ващецов. Торжество началось с божественной литургии в Успенском. Городная литургии в Успенском. И вот святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст действительно являются ярким примером для подражания, стойкости, веры, хранения верности, единства в Святой Церкви Христовой, которая является примером благочестивой, праведной и святой жизни. Всю свою жизнь они послужили славе Божией, проповеди Евангелия. И для каждого студента Минской Духовной Семинарии они являются ярким примером для подражания. Конечно, сегодня, спустя уже много столетий после их жизни, произошло много событий в жизни Церкви, в жизни нашего общества. Но, несмотря на то, что проходят времена, меняются поколения людей, а испытания, которые выпадают на долю каждого поколения, они практически неизменяемы. Годичный акт в зале начался с приветствия почетных гостей. Митрополитом Павлом и архиепископом Гурием были награждены наиболее отличившиеся студенты. Студенту 2-го курса Бурмисову Владимирову. Студенту 2-го курса Демидову Алексееву. Студенту 2-го курса Бусько Николаеву. Премия 2-й степени вручается студенту 1-го курса Жуку Евгеньеву. Студенту 3-го курса Денисову Павлову. Студенту 2-го курса Скрипцу Валентину. Студенту 4-го курса Гончаренко Антонио. Премия 3-й степени вручается студенту 1-го курса Чернякову Петру. Студенту 1-го курса Владимир 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 Владимирович. Студенту 1-го курса Ирею Николаю Савитову. Студенту 1-го курса Владимир 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 Владимирович. Воспитанница 4-го курса Рейдинского отделения Стаховец Мария. Воспитанница 4-го курса Рейдинского отделения Цалка Елизавета. Воспитанница 3-го курса экономистского отделения Януши Юлия. Заключительное напутственное слово сказал глава Белорусской Церкви. Собоставить это с нашей современной жизнью, и я думаю, что каждый, кто внимательно будет читать или изучать, то найдет очень много каких-то параллелей, которые пересекаются с нашей современной жизнью, перекликаются даже. И можно много хорошего выбора получить для своей практической жизни и пастерской деятельности. Но и сегодня, когда мы говорим о студенческой жизни, вот сегодня во время трапезы Иван Васильевич кратенько вспомнил один эпизод из нашей студенческой жизни, взаимоотношений между студентом и преподавателем. И, конечно, хочется сказать, и вот помня вспоминание об этом, думаю, что есть необходимость сказать, мы все получаем общее образование, каждый, может быть, в разных школах, но принципиально мы получим все знаковые образования. А вот последующие уже ступени образования, они дают каждому человеку особое дарование, раскрывая в каждом человеке особые таланты, которые потом этот человек, приумножая, несет по жизни.